Всем привет! С вами Ирина Якутенко. Я биолог и научный журналист. У себя на канале я рассказываю о том, как наука влияет на нашу повседневность, зачастую помогая спасать жизни. И сегодня именно такой случай. Правда, повод для рассказа весьма печальный. Потому что повод этот – большая вспышка ботулизма в России. Вообще, последние дни – это какие-то дни зловредных бактерий. Вчера у себя в телеграм-канале «Безвольные каменщики» я рассказывала про страшного японского стриптокока, который провоцирует синдром токсического шока с летальностью 30%. Герой моего сегодняшнего видео – кластридиум ботулином – микроорганизм, вызывающий ботулизм. В России прямо сейчас происходит большая вспышка этой болезни. Давайте обсудим, насколько ботулизм опасен и каковы наши риски заражения в обычной жизни. Ботулизм – это опасное заболевание, которое вызывается анаэробными бактериями. То есть бактериями, которые могут размножаться только в отсутствии кислорода. Если они попадают туда, где кислород есть, они немедленно погибают, так как О2 для них – яд. Чаще всего при слове «ботулизм» мы представляем консервные банки, содержимое которых приготовлено и запечатано в нестерильных условиях. И действительно, это самый частый способ заражения ботулизмом у взрослых. В России произошла именно такая ситуация. На производствах, которые поставляли консервированную фасоль для сети доставок кухни на районе, и, насколько я понимаю, не только для них, банки крутили в каких-то сараях, возле свалки, хранили при высоких температурах и, в принципе, не соблюдали примерно никакие условия пищевой безопасности. А чтобы избежать заражения ботулизмом, соблюдать эти условия необходимо максимально строго, так как споры к ластридии, которые являются возбудителями ботулизма, повсюду – в воде, в земле, в листовом опаде, на самих продуктах и так далее. И когда споры из плохо промытой и или термически необработанной пищи попадают в герметично закупоренные банки, то есть туда, где нет кислорода, они прорастают, начинают активно размножаться и выделять ботулотоксин. Именно этот токсин вызывает симптомы ботулизма, а также эффект, за который ботулотоксин так ценят любители косметических процедур, а именно эффект паралича. Он возникает потому, что ботулотоксин блокирует передачу ацетилхолинового сигнала от нервов к мышцам. Этот сигнал в норме заставляет мышцу сокращаться. Ботулотоксин не дает нейронам, которые иннервируют мышцу, выделить нейромедиатор под названием ацетилхолин. И в итоге человек или животное не могут пошевелить тем местом, где находятся эти мышцы, даже если они изо всех сил пытаются. В случае морщин на лбу, и не только на лбу, это именно то, чего мы хотим. Но при поедании продуктов, которые заражены клостридиями, вызывающими ботулизм, за совсем короткое время, от нескольких часов до нескольких дней, блокируется передача сигналов от нервов к самым разным мышцам, в том числе к дыхательной мускулатуре. И при худшем развитии событий человек умирает. Насколько тяжелыми будут последствия от попадания в организм большого количества ботулотоксина, зависит, собственно, от его количества, а также от того, как быстро был поставлен диагноз и начато лечение, которое заключается в выведении антитоксинов, специфических антител, которые узнают и блокируют ботулинический токсин. Кроме того, лечение включает в себя интенсивную поддерживающую терапию. Нередко пострадавшие месяцами находятся на искусственной вентиляции легких. В современном мире ботулизмом заражаются, а тем более умирают от него редко. Например, в 2021 году в Европе было зафиксировано всего 82 случая ботулизма. В США за 5 лет с 2011 по 2015 годы регистрировалось в среднем 162 случая в год. Всего по миру регистрируют около 1000 случаев ботулизма в год. Но в 2024 очевидно будет побольше, так как только в Москве в больнице обратилось больше 120 человек с симптомами отравления ботулотоксином. Не менее 12 человек с ботулизмом из-за той самой фасоли находятся в реанимации в Нижнем Новгороде, еще минимум 14 пострадавших в Казани, из них двое на ИВЛ. Но в целом сегодня от ботулизма умирают, как я уже сказала, редко. Если до 1950-х годов от пищевого ботулизма умирало 60-70% тех, у кого он был диагностирован, то в период с 1975 по 2009 годы общая смертность составила 3%. И при этом количество общих случаев заражений упало в разы. То есть сегодня наглотаться ботулотоксина можно только тогда, когда кто-то очень грубо нарушал все возможные правила безопасности. Но если мы внимательно посмотрим на ту же статистику, мы увидим, что пищевой ботулизм составляет лишь малую долю от всех случаев ботулизма. Основной процент приходится на так называемый младенческий, он же детский ботулизм. О нем знают гораздо меньше, хотя он, как я уже сказала, куда более распространен. На детский ботулизм уже много лет стандартно приходится от 71 до 88% всех случаев ботулизма, на пищевой от 1 до 20%. От 5 до 10% случаев ботулизма составляет так называемый раневой ботулизм. И от 1 до 4% это ботулизм неизвестного происхождения. Как вы понимаете из названия детский ботулизм или младенческий ботулизм характерен для младенцев. Как я уже упоминала, споры к ластриде повсюду. И мы постоянно проглатываем их то тут, то там. Но иммунная система взрослых людей умеет справляться с ними. А вот иммунитет младенцев еще не настолько совершенен. И для них попадание спор к ластриде может привести к тому, что споры начнут размножаться внутри организма. Ну, точнее, они прорастут, появятся бактерии, которые начнут размножаться. В организме много мест, где нет кислорода. То есть созданы условия для развития кластридей. И одно из таких мест – кишечник, где споры кластридей, попавшие к младенцам, и заземляются. Обосновавшись, они начинают делиться и выделять ботулотоксин. Что, как вы догадываетесь, смертельно опасно для младенцев. Сразу успокою. Младенческий ботулизм тоже редкое заболевание. 88% от 1000 случаев в год – это 880 случаев. И даже в 50-е и 70-е, когда ботулизма было намного больше, чем сейчас, а лечить его умели хуже, летальность детского ботулизма составляла 1%. Некоторую часть известных случаев заражения детским ботулизмом связывают с употреблением меда, где споры кластридей хорошо выживают. Поэтому мировые педиатрические организации не рекомендуют давать мед младенцам до года. Впрочем, важно оговориться, что большая часть случаев младенческого ботулизма имеет неизвестную идеологию. Ну и раз уж у нас тут ликбез по ботулизму, нельзя не упомянуть еще и раневой ботулизм. Он похож на младенческий. В том смысле, что в организм попадает не ботулотоксин, как в случае пищевого ботулизма, когда именно токсин, а не сами бактерии, является основной причиной развития болезни. Так вот, в случае раневого ботулизма в организм попадают споры кластридей. Под кожей они, опять же, оказываются в анаэробных условиях, то есть без кислорода, и начинают размножаться. Чаще всего раневой ботулизм развивается не на поле боя, как можно было бы подумать, а у наркоманов, практикующих внутривенные инъекции. В общем, ботулизм – редкая болезнь сегодня. Но знать о нем нужно, чтобы не пропустить как раз те самые редкие факторы. Что касается пищевого ботулизма, то главным способом защиты являются не индивидуальные предосторожности, а системные, когда существует адекватный пищевой контроль, и даже маленькие производства проходят проверку. Я имею в виду настоящую проверку, а не путем дачи взяток инспектору. В этом случае риск ботулизма сведен к минимуму. Что бывает, когда этого не происходит, мы наблюдаем в прямом эфире, глядя на новости из Москвы, Нижнего Новгорода и Казани. В принципе, кажется, что хотя ботулизм – это, конечно, очень неприятно, но, в принципе, мы довольно хорошо изучили это заболевание, и ничего особенно интересного в нем нет. На самом деле это не совсем так. И у нас есть один большой и интересный вопрос, на который у ученых пока нет ответа. А зачем такой мощный нейротоксин нужен самим клостридиям? А он действительно очень мощный. Ботулинические нейротоксины, их на самом деле больше одного, но сейчас это не принципиально, так вот, они являются самыми мощными белковыми токсинами среди всех известных бактериальных, животных, растительных и химических ядов. Летальная доза при проглатывании составляет всего 1 нанограмм на килограмм веса тела у человека. А для проявления полноценных симптомов ботулизма достаточно проглотить всего 30 нанограмм. Для сравнения, летальная доза мышьяка составляет от 70 до 200 миллиграмм на килограмм веса в день. Летальная доза цианистого калия 250, опять же, миллиграмм, не нанограмм. Правда, не на килограмм, а всего. Если сравнивать токсичность ботулотоксина с новичком, нам придется перейти на формы ядов, которые не проглатывают, а вдыхают. Для ботулотоксина смертельная доза составляет 3 нанограмма на килограмм веса. Для новичка 3 миллиграмма на метр кубический. То есть даже с учетом того, что килограмм веса не обязательно занимает кубический метр, новичка все равно нужно гораздо больше. Впрочем, у новичка и других фосфоорганических веществ есть другие особенности, делающие их более предпочтительными в качестве боевых ядов. Увы, история человечества, в том числе совсем недавняя, полна примерами их использования. Но ботулотоксин, тем не менее, тоже занимает свое почетное место в списках веществ, за которыми нужен особый контроль, ввиду возможности использовать их в качестве оружия. Но вернемся к вопросу о том, зачем бактериям такой мощный нейротоксин. Причем не просто какой-нибудь нейротоксин, а с очень специфическим действием. Если внимательно разобрать молекулярные механизмы того, как именно ботулотоксин блокирует выделение ацетилхолина в синаптическую щель, поражаешься, насколько там все как будто специально подобрано для того, чтобы мешать нейронам позвоночных иннервировать мышцы. Вот только позвоночные не являются основными хозяевами клостридий. Как я уже говорила, эти микроорганизмы широко обитают в почве и вовсе не стремятся завоевывать тела позвоночных. Более того, учитывая специфику действия ботулотоксина, зачастую бывает так, что позвоночные умирают спустя долгое время и находясь на большом расстоянии от места основного обитания клостридий, например, отравившись токсином, который скопился в консервной банке с фасолью, привезенной из другого региона. Иными словами, мы не видим прямой эволюционной выгоды для клостридий в том, чтобы избирать в качестве цели убийства позвоночных. Но прежде чем мы ответим на этот вопрос, хочу традиционно призвать вас поставить лайк этому видео, написать в комментариях, о чем еще вы хотели бы услышать, и, конечно же, подписаться на мой канал, для того, чтобы ролики увидело больше людей. Ну и, разумеется, я призываю вас становиться спонсорами моего канала на ютубе, на бусти или на патреоне. Все необходимые ссылки есть в описании к этому видео. В нынешние турбулентные времена ваша финансовая поддержка – это то, что помогает роликам более регулярно выходить на моем канале. Итак, пока ученые не могут предложить внятных объяснений, зачем возник такой интересный яд. Но очень может быть, что это случайное совпадение. И ботулотоксин нужен колостридиам для чего-нибудь еще. Например, для войн с какими-то другими микроорганизмами или для нелетального воздействия на беспозвоночных, которые как-то помогают им распространяться. Но по случайному совпадению у этого яда оказалась высокая специфичность к определенным нейронам позвоночных. Такое бывает в природе. Еще один известный пример, кстати, тоже связан с ацетилхолином. Я говорю, конечно же, о никотине. Его молекулы очень похожи на молекулы ацетилхолина. И когда вы затягиваетесь, никотин из дыма по кровеносным сосудам очень быстро попадает в мозг, связывается с ацетилхолиновыми рецепторами, в том числе в системе поощрения, и стимулирует выброс дофамина. Но если реальный ацетилхолин довольно быстро разлагается и удаляется с места работы, никотин разрушается намного медленнее, потому что он все же отличается от ацетилхолина. В результате определенные ацетилхолиновые рецепторы на нейронах, выделяющих дофамин, десенсибилизируются, то есть перестают отвечать на внешние стимулы. И в итоге не происходит цикла остановки дофаминового подкрепления, и вам хочется курить еще и еще. То есть мы видим, опять же, весьма специфическое действие, при том, что, очевидно, растения не ставят себе целью поработить людей или сделать их зависимыми от никотина. Они синтезируют это вещество исключительно для себя, так как никотин токсичен для некоторых насекомых. Но так как большая биохимия у всех живых существ одна, иногда случаются такие вот забавные пересечения. И иногда эти пересечения идут на пользу людям. Тот же самый ботулотоксин, только очищенный и очень сильно разбавленный, используется не только в косметологии, что, вообще говоря, тоже важно, но и, например, при терапии мигрени. Но иногда эти пересечения стоят людям жизней. Причем этих жертв легко можно было бы избежать, если не ломать давно существующие общественные механизмы. Такое вот грустное пересечение биологии и социологии или даже политологии. На этом все. Всем хорошего дня. Пока.